И вот в этом случае вы можете от этих конструкторов выбирать, но обязательно, как и в любом финансовом логере, если вы используете свои деньги, великими деньги, вы обязательно даже учитываете там ставки дисконтирования, банальные ставки дисконтирования, заложить деньги на непредвиденные расходы, потому что вот когда мы начинаем реализовывать пара проектов «Дельфин», у нас, собственно, случилась пандемия, да, случилось, что заболели многие сотрудники, ключевые, люди общие, архитекты, люди просто выходили на работу, сидели по домам, гонялись. Произошел резкий искачок цен на материалы, на дерево, на основное, то есть, чего, собственно, предполагалось строить и надежно, и все остальное. А я думаю, вот, несмотря на все вот это, те лаги, которые мы заложили в финансовой модели, и те возможности, которые мы проработали, моделируя в финансовой модели, позволили нам, в общем, инвестору, точнее, достойно выйти из этой ситуации, и единственное изменение, которое потребовалось со стороны инвестора, это увеличить срок реконструкции с двух лет на двух с половиной. Потому что вот эти лаги, они как раз были потрачены, но выстраивали процессы в условиях пандемии, измененной, так сказать, в реальности, и в условиях, так сказать, а цель. Вот, собственно, парк детки, это такая уже новая парковая культура, вот вы видите основные цифры на экране, когда мы создавали финансовые модели, мы выходили в оккупаемость в 6 лет, и 28% при планированном потоке 5000 человек в день. 5 тысяч человек в день, для того, чтобы миллионик, это не много, но на территории, которая меньше 6 диктатов, вполне себе такая нормальная подходить. Ну, реальность и то, как грамотно и компетентно, так сказать, они управляют объектом, как в каком состоит атмосферу парка, как ожирать территорию, а главное, какой бизнес-модель развития этой территории применил. По-моему, в городе Алексеевич рассказал, что это более вопробно, не буду собирать своих мер на себя. Но вот эта вот бизнес-модель, которая сработала в парке детки, когда генерируются доходы от предпринимателей, вы видите, что источник дохода, это не значит военную, это не собственное полностью устраиваемый бизнес, потому что есть профессионеры, которые забирают общественное пространство и пытаются никого не пускать собственными силами генерировать источник дохода и иметь полное на это право, если их так удобно. Но я знаю, что у них, с точки зрения, в какой-то ситуации не может умер. Медленнее, хуже и чуть сложнее. Здесь, когда заходит парк предпринимателей и платят процент в рубрике процессионеров, они, а, забирают от себя часть инвестиционных расходов, потому что кто-то заходит со своими уже объектами, они, в, генерируют доход в том бизнесе, с которым они либо разбираются, либо вот пытаются сейчас разобраться с помощью руководства процессионеров. А задача профессионера создать атмосферу, создать вот этот, сгенерировать потом, чтобы предприниматели, которые дошли в парк, все время была возможность продавать свои услуги. Вот обратите внимание на то, что количество посещений, аквала, которое мы ожидали, выросло до максимального посещения 25,5 тысяч человек в день и среднего более 17 тысяч человек в день. Конечно, уже на этой территории даже не помещаются люди все желающие, потому что территория стала центром протяжения, не просто для жителей в парк, про которого говорили изначально, но не только для жителей города, но и для гостей города, для туристов, потому что это настоящее, чтобы этот курорный оазис, в котором появился в Воронеже, чтобы был в Воронеже, который достаточно запущенный, был долгое время не активирован, поскольку грязь, для того нельзя плавать, и так далее, и так далее, и так далее. А вот набережные прекрасные закаты, атмосфера праздника, атмосфера радости и счастья, которые создавали процессионер, сделала вот этот парк таким последоватым. Именно поэтому, да, кто истинит, принял решение, и мы недавно, в связи с нашим проектом, подали еще одну часть процессионной анициативы и берем территорию дальше до парка по набережной, продолжая историю Парка Дефит вдоль берега на хранилище. То есть одна процессия, один грамотный подход рождает вторую процессию, второй грамотный подход. Говоря о том, почему важен системный подход, почему пришел к выводу, что проект-модов должен быть на торсовке. Ну так, а по-по-по, мы не пропали не свои проекты, а просто все проекты управления. Не буду вас исключить азар проекты управления, на какие как бы погружены на эту тему, можете не сильно глубоко, но на базовую норму точно. Но обратите внимание, что есть несколько образовских знаний, которым надо уделять внимание на этапы, когда вы берете проект-модов на все, что нужно для перекоснуться. То есть вы складали 4, заключили процессионное соглашение и наступает вот этот ответственный момент, когда вам надо не провалиться. Когда вам надо сделать то, что вы заслонировали, сделать это лучше и как минимум не хуже, а вложиться в терапии, о которых вы договорились с этим. Я здесь привыкну примеры, когда мы отработали систему, ну вот например, для управления стекфолдерами. Знаете что, стекфолдеры – это заинтересованные стороны проекта, которые могут повлиять на проект как создать вы, так и создать люди. Причем часто от стекфолдера зависит вообще, вы сделаете проект или нет, вы выйдете здесь убедительно, или вы расторгнетесь. У вас будет та работа, с которой вы рассчитываете или не будет. Вот в нашем случае, когда мы этот парк пытались, значит, выстроить, когда только объявили жителя, которые привыкли использовать эту территорию, вы положили на уровне благоустройства, просто как бы работали, потому что, знаете, как вообще строят, а там вокруг, с сожалению, футбольное время, и городок расстрастся небольшой. А там территория волны, люди, конечно, там гуляют, люди приходили дома, очень скалясь на лавочках сидеть, там, бабушки погулять, какие-то спортсмены подъехать, хотя, конечно, там была очень достаточно переименоведенная постановка, потому что, когда первый раз вам приехал, туда прийтишь, он столкнулся со своей командой, и учитесь в кону. Вот. И мы думали, что жители состейных жилых локталов, они, в принципе, не настроены на то, чтобы эту территорию превратить в общество. Их она устраивает вот так, как она есть. Они просили просто лавочек, просто дорожек, и никакой больше. Они не продолжали выпускать, и их можно не активировать. И для них важно сохранить свой уют, свое пространство и свою территорию, ради того, когда они все время купили там квартиры в этих новых жилых локталях. Марклиц и сэк-холдер, она позволяет определить, на какой стороне дома и дома находится конкретно сэк-холдер, и определить сеть немного гуляет на проект. Вот жители жилых локталов со своими жалобами, негативами и так далее, очень сильно могли влиять на саму сути конструкции аркента, на его, собственно, какой-то поле в составе. То есть, в первую очередь, составленный проект. И если эффективно, собственно, наш изданный потребитель, наш третий важный вопрос в этой сессии, если они будут недоходны, то, собственно, никакого успеха, собственно, экономического проекта не примет. И понимая, что нам надо работать с этой аудиторией, а проектное направление подразумевает некое правило, что если в матрице холдера определенная категория глобальная категория от минус 4 до плюс 4, то именно с этой аудиторией надо работать, потому что их можно перетянуть как минимум к нулю, ну, то есть, не терроризовать этот негатив, или сделать так, чтобы использовать их ресурс в обладе собственного проекта. Поэтому решили построить некую модель и склонировать ряд мероприятий, которые позволили бы перетянуть жителей на свою сторону. Вот одной из этих претензий, первое, что мы сделали, это, кто делал профессионер, установил в фабрик огромного квота в своей личной телефонной номере. То есть каждый житель мог, в принципе, на протяжении периода реконструкции позволить, высказать свое мнение, задать соответствующие вопросы и получить нужную информацию. И, параллельно с этим, создали группу ВКонтакте, в которую стали подтягивать жители не только близлежащих домов, но и, собственно, города, и формировать открытость, публичности. Здесь они вырабатывают доверие предпринимателям. Потому что, знаете, вот эти средства, которые в советских времен заложили в голову, юридически передаете что-то, а какой-то бизнес, капиталист, значит, как прав, очень хорошо не делает, все делает для себя, для денег. А нет. Вот я практически смогу доказать, что то, что он делает, он делает, ну, конечно, так, для себя, потому что для себя в работе не делает, но это значит, что делать хорошо, с учетом для количества потребителей, для жителей. Для таких людей и жителей своего любимого города. И, соответственно, вот в рамках вот этой публичности мы постоянно информировали обо всех текущих изменениях проекта. Проводили собрали, да, Алексей приезжал лично во все эти жилые кварталы, собирал людей, предоставлял, представлял их концепцию и учитывал их мнение. Как у нас, например, их превращаемые концепции было заложено в полисообразление. Ну, красиво было бы на берегу, потому что закаты, все вот это очень по парламенту, очень так классически и здорово. Ну, почему жители сочтут, что, наверное, на эти лобусы не будут смотреть в боку? Такая там рожда, я не знаю. Ну, мы в большинстве встречи заключили из концепции полисообразления заменить его другими объектами, которые их поражили, которые они стали предложить. Третий шаг, который мы продумываем в рамках работы со стихоттерами, это привлечение жителей к, собственно говоря, к жителей пара, к его второму рождению. Мы привлекали их на субботу, причем не только на уборку. У нас в парке есть крутая история, где практически у каждого зеленого сосреда есть табличка «Самилия семьи». То есть семья, которая посадила этот Сашниц, по праву считает это деликом своим, а значит, пап своим, а значит, отношение к нему бережное, с любовью и с душой. Это сыграло очень большой урок, и сейчас у нас в «Контакте» в фабрике более 50-30 тысяч подписчиков, ну, собственно, в втором месяце после губерната заняться по популярности в парке «Детки». Потому что… Потому что с любовью, потому что для них, потому что вместе с ними. Это очень важно. Это может казаться какими-то высокопартовыми словами, но перевозять в рельсы системности и подхода к проекту управления – это работа системная, ежедневная работа системного холдера, которую вы, как процессы, должны будете вести, потому что это один залог у света. Все то же самое, по такой же, соответственно, логике, происходит с управлением принципов. Когда вы делаете так жалко в жизни, когда вы устраиваете на то мероприятие, которое эти листы должны минимизировать или нивилировать. И таким образом, жан за шагом, во взаимодействии с обществом, во взаимодействии с инцидентом, вы реализуете этот проект и переходите к успеху. Потому что, если вы так ведете себя, значит, успех у вас неизмежен. Поэтому, когда я еще раз резюмирую, давайте обратите внимание. Первое и главное, что нужно. Когда вы говорите о том, что я немножко поправлюсь уйти в конфессию, я не хочу связываться с государством, это будут ли никакие постановки в стране, которые нам позже не работают у нас в стране. У нас так вот государство, мы будем убрать и заточены на то, чтобы работать с инвестициями, заточены на то, чтобы учиться вместе с вами выстраивать вот этот диалог и взаимоотношения. Повторюсь о преимуществе в конфессии для вас, отсутствия торгов, полная поддержка, хорошая реагра государственного уровня, потому что, если с вами заключают концессию, то власть, конечно, будет об этом говорить, власть будет, потому что это тоже такая, ну, как, вот эта университет, звучало бы далеко на грудь, но это как раз и исполнение инвестиций, в том числе, потому что город обеспечивает жителей вот такими территориями, вот такими социальными объектами. Закрытые социальные потребности – это главная обязанность городского муниципалитета, чтобы жители города были счастливы. Когда люди счастливы, они притягивают туда своих друзей, знакомых, гостей, у листов растет потом, растет спрос, соответственно, здесь никто не решает двигаться, выполняется бюджет, и, в общем, одно тянется на другое. Это такой кубочек, который, или, как сказать, это такое воскутное одеяло. Вот каждый из нас, если вот этот вот кусочек зашел, то все воскутное одеяло накроет и согреется тесном каждого приезжающего, каждого живущего. То есть, вы подошли к системе, вы изучили территорию, вы поняли, что все хорошо, рисков нет, и эти риски можно так, пока мы не прописали консистентом, вместе решить. Вы создали проект консистентного соглашения, где как раз и в финансовой модели, и в проекте, так сказать, если вот этот баланс интересов, риски, паритет рисков, вы смотри, каким добром с удовлетворением через правовые и финансовые аспекты. Вот у нас, например, не было желания у консистента принимать финансовые части в проекте с точки зрения платы консистента или каких-то иных мер поддержки. На тот момент, когда мы начали этот проект, это был 2019 год, особых программ поддержки парковых территорий в России не было. И это будет чисто. Поэтому единственное, что будет предусмотрено, это 115-ти стиральный закон «Ладо по 10 лет назад». Не горело власть у нас желанием, может быть, не было возможности финансов. Поэтому даже обсуждать это не захотели. Но, о чем мы с ними договорились, о том, что они за проект консистентом, потому что это другую, рядом с соседней земелью часть, они сделали нам парковочное пространство, которое, собственно, облегчило эту самую парковку, которую мы как парк венерируем, облегчило доступ и возможность получать эту самую услугу в парке в нормальном подъезде и нормальном парковке. И, соответственно, конечно, процесс, знаете, как говорил наш глава, к сожалению, уже бывший, но не потому, скучу свою консистенцию, вы его представитель, он говорил, что, часто еще говорят, что, что, вот, Дарья Васильевич, «Самат и Кокот» научили нас работать в связи, научили чиновникам работать с инвесторами, научили работать в мыслях. И вот та история, которую я когда-то, будучи на стороне администрации, затеяла, сделала в своем офисе «Единое окно» взаимодействие с инвестором, оно очень помогло. Поэтому, коллеги за муниципалитетом, которые здесь учатся в словах. Если в вашем муниципалитете нету лиц ответственных за взаимодействие с инвестором, если каждый раз, когда приходит предприниматель, вы отправляете специданокло в структурное подразделение под рукой, и он сам дала походу тысячи ответов на свои вопросы, вы не получите такого проекта, как у вас здесь. Потому что очень важно, консессионеры вместо того, не важно, выберите эти слова. Потому что этот объект в таксессии остается ваш. Через 20, 15, 25, 30 лет вам все это передадут. Это собственность муниципалитета продолжается озаботиться в равной степени как и консессионеры. Это ваша святая казнь, быть его плечом, его поддержкой. Потому что, еще раз повторяю, это парк уморства. Не перекладывайте всю ответственность на консессионеры. Будьте в этом мужественном направленном до консессии. И соответственно, второй этап это этап конструкции, на котором вот я рекомендую вам завестись либо своими сотрудниками, компетентами проектов во времени, либо авторских проектов в офисах, которые помогут вам системе быстрее заработать. Потому что, помимо всего, о чем я сказала, взаимодействие с инцидентом происходит пермонентно. Проверки, химический отчеты, согласование, это все занимает достаточно много времени, и этим должны заниматься конкретными людьми, которые посвятят себя этому проекту. То есть, команда проекта. Я надеюсь, что сегодня в голове просто из вас сложится желание создать с одной стороны стать публичным реактивным партнером, и вы создадите вот такое прекрасное событие, которое сделает людей, вас счастливее. А цель вашего существования – это более весомое значение. – Спасибо. 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 Надежда. – Спасибо. – Надежда. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Существует справа – спасибо. – Да, – у нас есть четверто. – – – – Это статья «История», она стоит по университетам, подготовка к пакетам финансовой модели проекта конституционного соглашения, когда мы ведем приговор с консистентом, когда мы отстаиваем интересы инвесторов, будущих консистенеров, и интересы консистентам учителя, безусловно, тоже, когда